Здравствуйте! На библейском портале Экзегет мы продолжаем беседу о Ветхом Завете в связи с Новым Заветом и рассматриваем эти тексты в свете опыта богослужения, который переживаем мы с вами, как православные христиане, постоянно. Для чего вообще мы вникаем в текст Писания и обращаемся к нему постоянно? Для укрепления веры. Вера ведь не автоматически в нас действует, как некий такой природный навык. Она все время требует усилия и развития. Либо она укрепляется и как-то растет в нас, либо вянет и из привычки превращается просто в забытое. Так вот, исключительный пример в этом отношении дает нам самая читаемая книга Библии – Псалтырь. Обратимся к первому псалму. Довольно удивительный текст, который не похож на прочие псалмы. Такое вводное наставление. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное в преподоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Не так нечестивые, не так, но они, как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании правенных. Ибо знает Господь под правенных, и путь нечестивых погибнет. Дерево, посаженное в преподоках вод. Не напоминает ли нам это очень важный образ Нового Завета? О воде живой, текущей в жизнь вечную. И заметим еще очень важное противопоставление. Путь нечестивых – погибель. Что значит нечестие? Нечестие, то есть неверие, противопоставляется пути праведных, которые знают Бога. Знать Бога – это значит приобщиться к жизни. Жизнь, не знать Бога – это вкушение смерти, это гибель. Потому что жизнь, конечно, дана человеку для того, чтобы какое-то короткое время совершались какие-то биологические функции в нас. Жизнь нас соединяет с Богом, то есть с вечной жизнью. Предположенность погибли участивых, спасение от гибели, знание Бога. Вот важно, что мы это тоже повторяем и в Новом Завете, и повторяем в наших богослужебных молитвах. «Помяни мы Господи, когда придешь и во Царстве Твоем», говорит благоразумный разбонник Христу. И это повторяется не однажды и в богослужебных молитвах. «Быть помянутым Богом – значит жить». Почему мы поминаем своих и живых, и мертвых? То есть усопших, так скажем, у Бога нет мертвых. Почему поминаем? «Быть помянутым Богом – значит быть живым». Обратимся теперь еще к этому псалму, самому длинному из псалмов 118. Мы читаем его тоже довольно часто, потому что он читается на панихиде, но он не имеет отношения к каким-то размышлениям о смерти самим по себе. Вот несколько стихов из этого псалма. Прочитаем 1-й, 12-й и последний, 176-й стих. «Блаженный, непорочный в пути, ходящий в законе Господнем, блаженный, хранящий откровение Его, всем сердцем ищущий Его. Они не делают беззаконие, ходят по теме Его. Ты запомедовал повеление Твоих хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповеди Твоих. Сердцем моим сакрал я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим». И вот последний стих этого псалма. «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твего, ибо я заповеди Твоих не забыл». Как видим в этом псалме, так настойчиво, таким длинным текстом, таким искренним переживанием, человек утверждает, что без приобщения постоянно к законам, заповедям, словам Бога, он теряет жизнь в себе. Вот и нам с вами, конечно. Укрепление нашего духа, очищение нашей веры требует возвращения к словам Священного Писания. Мы уже вспоминали с вами как-то слова из очень важной для церковной жизни книги, из книги «Притч». Напомню те строчки, которые читаются на вечерние богородичных праздников. «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу, послала слуг своих превозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда». Не указывает ли нам это на то, как Христос посылает апостолов провозглашать, то есть возвещать, свидетельствовать о вере в Него? Мы помним, сами уже говорили об этом, что премудрость Божия – это и есть логос, слово Божие, Христос и Иисус. Мы, таким образом, обращаясь к Ветхому Завету, не как-то идем спять от Евангелия, а напротив, выразумляемся лучше при чтении Евангелия, имея в памяти строчки из Ветхого Завета. Например, обратимся к таким словам Спасителя. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них получите жизнь вечную, они свидетельствуют о мне», – так говорит Спаситель своим ученикам в Евангелии Теана, в пятой главе. «Исследуйте Писание, потому что они свидетельствуют о Нем, о Христе и Иисусе». Чтение отрывка из Ветхого Завета начинается с служения Спасителя, когда он вошел после искушения от сатаны, вошел в Назаретскую Синагогу, и ему подали книгу пророка Исаии, как вы помните, и он стал читать. Вот этот отрывок, что он читал. «Дух Господень на мне», он этими словами удостоверяет свое явление как Мессия задолго до того, предреченное пророком. Вот строчки из Евангелия от Луки. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в Синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благорестовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, сокрыв книгу, и отдав служителю, сел, и, когда все в Синагоге были усомлены на него, и он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Итак, явлением Христа исполняется Писание. Книги Ветхого Совета подвели, научили людей узнать Иисуса, в Иисусе узнать Мессию Христа, помазанников. Таким образом, вот это исполнение Писания, вот что важнее всего было понять в Идеям, когда они встретили Христа. Мы еще должны помнить очень важный момент, с которого начинается 4 глава Евангелия от Луки, это искушение от сатаны. И сопоставить эти события с теми, с которых начинаются книги Ветхого Совета. Обратимся сначала к книге Батия. Вот что мы читаем в третьей главе книги Батия. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания. Взяла плодов его и ела, и дала также мужа своему, и он ел. С этого согласия с сатаной и началась гибель для человека, падение человека. А при искушении от сатаны Господь слышит от него такие слова. Как известно, первые сорок дней, оказавшись в этой пустыне, Господь постился. Там сорок дней он был искушаем от сатаны, и ничего не ел в тени, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему, дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камни сделать со хлебом. И Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. Так вот, Адам искусился. Первый человек пал, потому что соблазнился этой пищей, дающей знания. Что значит знание? Знать – это значит принять участие, как бы разделить с сатаной то, что известно ему, приобщиться его знанию. Приобщиться, знать зло – это значит вобрать его в себя. Мы это, в общем-то, знаем по собственному опыту. Даже не сделав греха, человек стыдится своих мыслей греховных, потому что это дурное, оно как бы становится частью моего сознания, частью меня. Мы знаем, как отвратительно соблазнить ребенка, не знающего греха. И вот это искушение сатаны было таким ядовитым и страшным. Но пища, которую предложил дьявол, оказалась вожделенно, желаема. Предложенное им для человека не должно быть желаемым, не должно быть привлекательным. Но, однако, является, как мы, к сожалению, знаем по опыту человеческому. И вот эта способность не принять, не участвовать во зле, которой мы научаемся от Креста, человеку тоже доступна. И по существу, когда говорит Господь, человек жив не хлебом одним, и мы тоже это знаем, пища необходима для жизни, но не она дает бессмертие. Бессмертие человеку присуще, как образу Божьему. И когда Господь говорит, человек жив словом, исходящим из уст Божьих, тут мы можем вспомнить, что Слово Божье – это Бог Слова, Сам Спаситель Христос. Знание Его дает человеку жизнь, по существу жизнь вечную. Способность не вникнуть, не прикоснуться к озлу, в человеке должно быть постоянно усиленно, ведь с этого начинается наше крещение. Мы читаем при крещении такие слова из послания к римлянам апостола Павла. «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашим». То есть, почитать себя мертвыми для греха – это значит действительно не вобрать в себя это семя зла, семя смерти. Как мы понимаем, дорого обошлось человеку, и обходится до сей поры, всегда будет дорого обходиться познание зла. Между тем, Бога человека, Иисуса Христа, Господь не соблазнил вкушением его пищи. Еще раз вернемся к книге пророка Исаии, которую читал Господь в Назарецкой синагоге. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благоествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Дух Господень. Действительно, мы знаем, что при крещении Спасителя Дух Святой сошел на него, и мы читаем в Евангелии слова Бога Отца «Ты сын мой возлюблен, в котором мое благоволение». Духа Святаго человек получает дары при крещении, когда совершается таинство миропомазания и знаменуется на челе, устах, груди, то есть на органах чувств человека, на руках и ногах, печать дара Духа Святаго. Человек возвращается к божественной жизни, когда приобщается Бог в таинство крещения. Вот именно так события, описанные в Ветхом Завете, начиная от книги «Бытия», которые в словах пророков, пророка Исаия, которого мы сегодня вспомнили, они осуществляются в событиях Нового Завета. Вернемся еще раз к тому, о чем начали. Блажен муж, который не ходит на Совет Нечестивых и не сидит в собрании развратителей. Вот это усилие, какое человек делает, конечно, в нас поддерживается, напитывается как-то чтением Священного Писания. Продолжен в следующий раз. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...